Цюмбек Тухтуналиев на подстанции Аламидин работает с 2014 года. Сегодня он уже мастер на этом объекте. По его словам, оборудование здесь устарело не только физически, но и морально. Оно требовало замены, чтобы бесперебойно обеспечивать население электричеством. В нашей бригаде шесть человек, включая крановщика, работаем с 9 утра до 8 вечера на протяжении полутора месяцев. Провели капитальный ремонт трансформатора и заменили старые масляные выключатели на вакуумные. С весны занимаемся текущим ремонтом подстанции. Главная цель – завершить все работы до наступления ОЗП. Подстанция Аламидин функционирует с 1979 года. Объект питает электроэнергией почти всю восточную зону столицы, где сконцентрирована большая часть промышленных предприятий. Подстанция имеет два трансформатора по 40 тысяч киловольт ампер. И один из них прошел капитальный ремонт. На сегодня ведется замена выключателей на современные вакуумные. Работа на этой подстанции завершена почти на 70%. Запланированный в рамках подготовки к ОЗП капитальный ремонт ряда подстанций Чуйской области на сегодня почти завершен. Энергетики, независимо от эпид-ситуации, не отстают от графика. Кроме того, в столице давно уже назрела необходимость замены трансформаторов. Так, электромонтеры Восточного РЭС заменили шкаф и силовой трансформатор в одном из густонаселенных районов Бишкека. В целом, по плану Североэлектро необходимо заменить около 50 трансформаторов. Треть работы уже выполнена. Это только один из моментов. У нас по городу запланировано таких объектов по замене, полной замене трансформаторов. Если в целом говорить, то на данный момент, на июль месяц, мы проложили уже 191 км СИП-провода. Полностью у нас заложено 400 км СИП. Также по установке дополнительных трансформаторов подстанций полностью по Североэлектро у нас 42 трансформаторы в этом году по плану. На данный момент мы 19 трансформаторов уже полностью установили и включили. На сегодня НЭСК уже завершили текущий ремонт на 97 подстанциях республики. Капитальный ремонт линий электропередач также завершен на более чем 90%. В других филиалах тоже по реконструкции, по модернизации у нас ведутся работы по увеличению мощности с силовых трансформаторов, в чушке предприятий электрических сетей. Замена старых оборудований на новые модернизированные оборудования ведутся работы по замене, по модернизации. По капитальному строительству тоже все работы, которые мы сейчас делаем, занимаемся, согласно нашего графика, идут. Модернизация ведется и в других филиалах НЭСК. Работы по капитальному строительству будут завершены в срок. На сегодня в связи с проведением ремонтных работ в ряде районов страны наблюдается отключение электроэнергии. Энергетики просят отнестись к этому с пониманием, ведь своевременные ремонтные работы – залог бесперебойного электроснабжения в осенне-зимний период.